В мире практически нет ни одного крупного города, где время от времени не возникало бы проблем с нашествием крыс. И Таллинн здесь не исключение. Крысы являются переносчиками целого букета опасных заболеваний, поэтому управы разных районов Таллина регулярно проводят мероприятия по дератизации, борьбе с грызунами. Благодаря этому можно снизить популяцию крыс в одном конкретном месте, но полностью избавиться от крыс практически невозможно. Однако крыс нужно постоянно отпугивать, чтобы их гнезда не становились слишком большими. Крысы появляются там, где есть остатки еды. Отсюда главный совет – не кормите в парках птиц и не выбрасывайте на землю остатки еды, иначе крысы будут тут, как тут. Что касается многоквартирных домов, нужно следить, чтобы мусорные контейнеры были закрыты. Также важно, чтобы не было свободного доступа в подвал дома через различные щели в фундаменте или коммуникации. По наблюдениям, этот сезон не отличается особенным ростом популяции крыс в черте города. Сработал системный подход Таллина. Регулярно проводятся мероприятия по борьбе с нашествием грызунов, поддерживая таким образом чистоту в столице. Районные управы не раз обращались к таллинцам за помощью в определении мест массового скопления грызунов. Эта информация очень помогает. В таких местах устанавливаются ловушки и прочие специальные средства для борьбы с крысами, обозначенные непромокаемыми инфолистами, чтобы обеспечить безопасность детей и животных. Меры по борьбе с нашествием крыс мы предпринимаем регулярно в течение всего года. Самое эффективное – это точечная борьба в тех местах, где многократно были замечены крысы. Мы получаем от горожан информацию, исходя из которой используем в таких местах специальные средства и зимой, и летом. Возьмем, к примеру, кадриорг, где периодически обостряется эта проблема. Важно работать с ближайшими домами синхронно, иначе крысы будут выживать, попросту меняя свое место обитания. Используемые Таллином методы диротизации максимально безопасны для общественных мест, но жителям следует проявлять осторожность. Районным управам известны места, где может случиться резкий рост популяции крыс. Большинство этих мест взято под пристальный контроль, но любая новая информация лишней не будет. Крупные строительные и земляные работы сопровождаются вибрацией и шумом. Это вызывает перемещение грызунов, которые могут начать метаться по городу в поисках нового безопасного места обитания. Илья Бан, Эюллар Лауп, Новости Таллина.